Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея от компании Тикмилл и с вами я, Артур Изиатурин. Прошлая неделя, а точнее пятница, выдаваясь довольно-таки неудачной для американского доллара, у нас рухнул индекс доллара вниз, поддержки на уровне в 93.50 пунктов, рухнул до уровня в 93.50 пункта, причем доллар у нас откатился как против основных валют, так и против валют развивающихся рынков, а золото у нас, соответственно, проскочило, будем так говорить, защитные установки в 1920 пунктов, это уровень был уровнем сопротивления, который утвердил себя вот после этого теста, где очень агрессивно продавцы продавали золото, произошел у нас тест, даже без коррекции, которой я предполагал, произойдет в сторону зоны 1905 долларов за тройскую унису, золото у нас ушел выше, сегодня оно у нас корректируется, и это все происходит благодаря усилиям Конгресса и Белого дома по выработке соглашения о стимулировании экономики. На прошлой неделе в пятницу мы посвятили этому очень много внимания, потому что там был прогресс, затем этот прогресс увеличился, и на этой неделе тема фискальной сделки будет продолжать определять настроение как для фондового рынка, так и для золота. Поэтому мы как бы будем дальше продолжать на ней концентрироваться, будем ее подробно рассматривать. Значит, в пятницу у нас Трамп выступил неожиданно для всех, сменил пластинку, развернулся, будем так говорить, спиной к своим коллегам, и предложил одобрить пакет помощи в 1,8 триллиона долларов. Это всего лишь на 400 миллиарда долларов меньше, чем предлагает Демократ, они предлагают 2,2 триллиона долларов. И что самое интересное, почему это вызвало такой эффект на рынках, почему у нас выросло, подскочилось золото, по фьючерсам у нас очень позитивная динамика, можно видеть, они ускорили свой рост в направлении 3,5 тысяч пунктов. Почему это произошло? Всего несколько дней назад, то есть в среду или во вторник у нас Трамп распоряжается прекратить все переговоры по фискальной сделке. Со своим помощником он распорядился до выборов не связываться с Конгрессом, не обсуждать сделку. И в пятницу он вдруг заявляет, что он хочет договориться с Конгрессом, Белый дом настроен на переговоры, то что будет у нас, получается, сделка и предлагаемый объем Трампом 1,8 триллиона долларов. Собственно, поэтому у нас такой вот резкий рост произошел, который мы видим, который мы с вами обсуждаем. Нужно иметь в виду контекст, в котором происходит весь этот рост, которым ослабляется доллар. Так вот, сейчас, после новости Трампа, следует иметь в виду такой момент, что у нас есть Сенат, который контролирует республиканцы, и судя по их реакции в пятницу, они очень недовольны, что президент у нас пошел на компромисс, что он у нас собирается, собственно, до выборов вести переговоры по сделке и призывает вдруг неожиданно своих коллег-республиканцев к этому. И так как у нас недовольны республиканцы этим, они не собираются идти на поводу у Трампа и недовольны, что он дал слабину, сам твит Трампа, само намерение Трампа призвать республиканцев к переговорам, договариваться с демократами, естественно, эта инициатива, она будет иметь ограниченный эффект. То есть, вот этот рост, который мы наблюдали в пятницу на твите Трампа, если у нас не будет поступать дополнительных новостей по прогрессу по фискальной сделке, этот эффект будет ограниченным топливом, будем так говорить, которое представляет из себя этот твит, оно ограничено, оно будет действовать недолго, и это нужно иметь в виду. Значит, по технике я хочу обратить ваше внимание, мы рассматриваем индекс S&P 500, мы рассматриваем фьючерсы на индекс S&P 500. Что нужно отметить? В пятницу мы обсуждали с вами тот момент, что у нас индекс после роста, начиная с 6 октября, он зафиксировался выше уровня 3420 пунктов. Я говорю о том, что у нас этот уровень является важным уровнем сопротивления, потому что у нас здесь, вот здесь, да, вы можете видеть, и здесь, да, также у нас происходил тест этого уровня, который утверждал, собственно, этот уровень сопротивления, и этот уровень выступал у нас некоторой разделительной чертой между контролем продавцов, вот здесь, ожидания того, что медвежий тренд продолжится, то, что это не коррекция, что это медвежий тренд, и, собственно, контролем покупателей вот здесь, когда действительно уже устанавливается у нас ожидание того, что это была все-таки коррекция, и все-таки то, что мы переходим к дальнейшему росту. Уровень 3420, он у нас был некоторой разделительной чертой. Так вот, в пятницу на прошлой неделе у нас индекс смог закрепиться все-таки выше уровня 3420, и действительно в пятницу вот здесь произошел очень резкий рост в сторону 3500 пунктов. Сейчас же я хочу привлечь ваше внимание к такому моменту, что уровень поддержки 200-дневная скользящая средняя, эта линия у нас выступает уровнем поддержки, можно видеть, что текущий рост практически безоткатный, да, вот именно вот этот период роста, он у нас говорит о перекупленности. Почему? Потому что удаление от этой уровня, от этой трендовой линии, оно уже сейчас значительное, и оно требует у нас разрядки. Собственно, поэтому, если вы здесь рассматриваете возможность, потенциал того, чтобы войти вверх, то это, естественно, очень рискованно. Это нужно было делать тогда, когда, собственно, индекс здесь закрепился, вот здесь выше, прошел, утвердил свои намерения дальше продолжать рост. Здесь, собственно, это нужно было делать, но поэтому сейчас, когда дальнейшее движение вверх у нас уже произошло, индекс у нас очень сильно отдалился, получается, от своего тренда, который выражается в 200-дневной скользящей средней. На мой взгляд, требуется сейчас рынку здоровая коррекция, требуется у нас откат в сторону, ну, по крайней мере, в 3450, получается, пунктов, да, и уже затем отсюда мы можем рассматривать дальнейший рост индекса вверх, цель в 3500 пунктов и выше. Почему? Еще раз, потому что у нас цена значительно отдалилась от тренда, который выражается в 200-дневной скользящей средней. Вот я вот здесь даже отметил важность, подчеркну точнее, важность этой трендовой линии посредством того, что у нас здесь, вот здесь и вот здесь был четкий тест этой трендовой линии, получается, у нас несколько раз пытались продавцы навазить вот здесь контроль, у них это не получалось, они не могли пробить 200-дневную скользящую среднюю. Наступило вот здесь у нас разочарование, получается, и все, покупатели постепенно воспрянули духом, вот здесь они взяли контроль, у нас вот такой вот безоткатный рост произошел, но удаление от тренда в линии, который выражается именно в 200-дневной скользящей средней, оно наводит на мысль, что потребуется коррекция для того, чтобы дальше рассматривать покупки. И еще такой момент, да, то, что вот такой вот безоткатный рост, вот такой вот резкий рост, такие уверенные покупки продавцов, очень тяжело интерпретировать вот такое поведение рынка, вот такое поведение покупателей в контексте какого-то медвежьего рынка. Если бы как бы инвесторы считали, что у нас медвежий рынок, вот таких бы, на мой взгляд, да, таких агрессивных покупок, как мы здесь наблюдаем, этого бы не было. Но все равно, чтобы выходить дальше в покупки, чтобы рассматривать движение вверх, скорее всего, потребуется коррекция, и нужно рассматривать снижение возможной продажи, скорее всего, как обычную коррекцию, которая завершится, затем дальше рынок пойдет в рост. Поэтому я бы рассматривал возможность подобрать индекс после коррекции на уровне в 3450 пунктов, с таргетом в 3500, или выше, ну, собственно, мы посмотрим, да, вот, желательно после коррекции, мы посмотрим дальше на перспективе, на перспективе, собственно, достижения вот этих, вот этих таргетов. Так, что, что еще? Значит, по, по долговому рынку, что у нас говорит долговой рынок в США, что у нас говорят Treasuries, по поводу роста S&P 500, почему, как бы, ну, есть ли основания для его дальнейшего роста, значит, основной график, на который мы обращаем внимание, это, естественно, ожидаемая инфляция, а на сайте HRED основной график, который отражает у нас ожидаемую инфляцию, это вот 10-year break-even inflation rate, ну, по сути, это просто разница между десятилетними Treasuries, доходностью десятилетних Treasuries, которые не защищены от инфляции, и доходностью облигаций десятилетних, которые защищены от, доходность которых защищена от инфляции, то есть индексируется на инфляцию. Собственно, здесь мы видим вот этот рост, да, рост ожидаемой инфляции, здесь у нас рынок рост, вот здесь у нас произошла коррекция, и мы видим, что у нас, примерно, с 25 сентября начинается дальше рост ожидаемой инфляции. В принципе, долговой рынок, исходя из этого графика, исходя из его ожидания инфляции, он рассказывает нам ту же самую историю, что рассказывает и фондовый рынок. У нас происходит рост инфляции, ожидается ускорение, собственно, экономики, да, потому что у нас ожидания по инфляции, ну, по сути, это прокси того, что у нас будет происходить с экономическим ростом. Вот, долговой рынок рассказывает ту же самую историю, что и фондовый рынок, В общем, поэтому это еще один подкрепляющий факт того, что рост здесь в индексе, рост фондовых рынков у нас оправдан. Стоит сейчас на этой неделе сконцентрироваться у нас на данных по потребительской инфляции в США и по производственной инфляции в США, то, как меняется производственные цены. Значит, у нас это будет 13 октября, то есть уже завтра мы получаем данные по потребительской инфляции, потом 14 октября будут данные по производственной инфляции. Собственно, если мы видим здесь значение выше 1,8, особенно в базовой инфляции, естественно, это очень негативный сигнал для доллара. Опять же, потому что история с реальной доходностью – это бремя для доллара. Падает реальная доходность, у нас, ну, если ускоряется инфляция, да, доллар у нас страдает. Для фондового рынка, естественно, это положительная новость. Если у нас ускоряется инфляция, это говорит нам о том, что потребление, потребительские расходы растут, инфляция запускается, поэтому стоит покупать акции на рынке, стоит ожидать, собственно, рост. Это основные данные на этой неделе, на которые стоит сосредоточиться, на которые стоит обратить внимание. Если мы видим здесь позитивный сюрприз, на мой взгляд, нужно рассматривать и дальнейшие продажи доллара, причем в остальных валютах, в основных валютах, именно руководить дальнейшим поведением будет как раз-таки именно ослабление доллара, которым сейчас приковано основное внимание. В общем, вот такая вот у нас ситуация стоит по фондовым рынкам и по доллару. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, вы можете поблагодарить меня, поставив лайк. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, также, пожалуйста, не стесняйтесь писать, задавать вопросы, оставляйте комментарии. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит. Субтитры сделал DimaTorzok